Итак, я совершенно не специалист в социальных сетях, я не умею пользоваться ВКонтактам, Фейсбук или новостей, все такое. Но, тем не менее, меня очень трогает, что опыт стритмэп проваливает все, для чего ты коснется. Я думаю, что совершенно не секрет, что самая ценная ОСМ не дата, потому что даже если ОСМ лишит всех данных, то сообщество их все остановит, как показалось, когда они перелицензируют. Самый главный ресурс у OpenStreetMap это соответствие его сайта, OpenStreetMap.org, который в принципе должен иметь какую-то целевую группу. Но проблема в том, что он проваливает все целевые группы, на которые ориентирован. Да, то есть OpenStreetMap не нравится, потому что после недавнего дизайна там все ломается, и невозможно там нормально посмотреть информацию об объектах новичков. Новичкам он даже не объясняет, что такое проект, и не дает ссылки на форумы, другие места, где можно получить помощь. И сообществу он тоже не очень помогает. Сейчас я покажу в каких случаях. Значит, при регистрации пользователи указывают, где они живут. Там есть отдельное поле, можно на карте обозначить. При этом непонятно зачем это делается, но поиск отметившись, потом обнаруживает в своем профиле, что, о, кажется рядом с ним, отметились там полсотни, ну, 30 человек, которые все живут рядом, можно найти пешком, наверное, нужно познакомиться, позвонить, все такое. И, соответственно, он смотрит на список слева, где все указано. Там у 90% правок вообще нет, еще у 9% последняя правка 3 года назад. И даже те два человека, которые вроде как что-то редактируют, непонятно как-то боязно к ним что-то писать. И, конечно, эти два человека первыми вылезут у тебя в личке, если что-то там редактируешь и скажешь, что если делаешь неправильно, я зря ты вообще сюда пришел. Соответственно, в траке оба стритмэффа есть три тикета, которые связаны с тем, что там пустые пользователи. И как-то на эту тему ничего не делается. То есть у Восми очень хорошая база вообще домов большинства участников. Это сопоставимо, там, не знаю, с полными адресами, с телефонами. Это и позволит как-то воспользоваться. Но, мол, то, чтобы стритмэфф сам не уметь с ней работать, еще непонятно как ты сделал, чтобы не было раскрытия личных данных. Оно и сейчас есть. То есть можно сделать пользователям, которым меняют там каждый день координаты и собрать все адреса всех пользователей на стритмэфф. Следующая – почта. Ну, на самом деле, с почтой Восми все более нехорошо. Мне нравится, как ты сделал интеграцию с e-mail. Не обязательно там на сайте отвечать. Другой вопрос, что вот эти пять тысячи несящих сообщений, они, разумеется, прочитаны. И вот эта непрочитанность – это смущает. Прочитаны в почту, но не прочитаны на сайте. Ну, да, но… Если в почте ответил, прочитаны ищите. Проблема с почтой в том, что нет API. То есть только вот буквально месяц назад и два появилось получение количественных непрочитных сообщений. Теперь всем поискам жёст, но представьцам надоедает, что у вас там куча непрочитного. И, собственно, всё. То есть нельзя там через API получить эти сообщения хотя бы от правителей. И, в общем-то, работать можно только через сайт. Вот это ненормально. И более такая поперсионная нормальность, связанная с почтой, это следующая часть – дневники. Дневники – это, с одной стороны, логично, с другой стороны, непонятное функциональное сайта. На вещь где-то приходит и обычно сразу пишет там, «Здравствуй, мир! Я теперь буду чекартировать». Пишет на сотни языков. Вот кто-то написал на португальском, там часто на китайском, японском. Соответственно, написав «Привет, мир!», этот человек идёт смотреть дневники, там что-то, либо написали, и видит то же самое на 50 языках. И понимает, что ему не словить нечего. Тем более, что комментариев обычно нет. Если ты что-то написал, ты не можешь узнать, что тебе на это ответили, ни на что подписаться нельзя, дискуссии не получается. То есть, все дискуссии односторонние. Люди на вегами заходят, отвечают, и всё, то есть, автор сообщений не может нам открыть, чтобы вы услышали. Разумеется, никакого IP. В общем, ничего нет. И, в принципе, дневники могли бы стать одним из центров социальной жизни в ОСМИ. Но они не становятся, потому что они сделаны спустя роковар. И во время поиска этой обратной связи я обнаружил, что 4 месяца назад сделали список своих комментариев. То есть, можно зайти, посмотреть, где-то комментировал, и посмотреть, не ответили себе. Это такая функциональность, которую мало кто знает. Но вот, будьте в курсе, если вы случайно ответили в дневнике кому-нибудь. Он показывает записи, куда ты комментировал твои комментарии. Это, к сожалению, совершенно не заменяет подписку на комментарии, которые нет. Но, по крайней мере, можно так отслеживать те дискуссии, в которых ты участвовал. Сейчас дневники дойдятся для каких-то заметных, чтобы потом... Сейчас дневники годятся, да, чтобы посылать. То есть, для каких-то публичных высказываний, эритарических, которые особо не требуют ответа и не требуют дискуссии. Разумеется, вы сами в курсе, что у них что-то не так с сайтом. И некоторые люди иногда предпринимают попытки улучшить социальность. Например, уже сколько? 8 месяцев, наверное, идет работа над группами. Это просто объединение мапперов. Любой человек может создать группу, любой может не втупить. Пока что там, вроде, даже нету приватной группы, всего личной. Вот. У них есть собственные заметки типа дневника, участники, там, координаты. с одной стороны, идея хорошая, то есть, допустим, в Перми, там, можно сказать, мапперы Перми. И там, все Пермики записались туда, все замечательно, там, можно создать запись, там, приходите на конкретно встречи. И все ура, если не заметить, что в каждом из этих предложений есть как минимум два ожирных но. Например, что нет подписки, поэтому вы не узнаете, что у вас там какая-то встреча. Вот. Вы сюда запишетесь и не узнаете, что вообще что-то происходит. Ну, и так далее, и так далее. Вот. И, разумеется, как и многое другое, это в процессе разработки последний комит, предпоследний комит был 4 месяца назад. Последний, ничего с этого не добавил. Вот. Так что, ну, знаете, что вообще у нас в разработке группы, если кто-то вдруг офигенно полимеписывается в Rails, группой в Rails, то можно его довести до ума и сделать это любой бесполезный социальный функционал сайта. Вот. Поэтому сейчас все сообщества и социальная сеть в Opus.rk.me представляют собой завсегатые. Держатся на постоянных гостителях разных ресурсов. засегатые форумы разных разделов, засегатые чатика, которые там сидят и собой образуют социальную сеть, которая подтягивает новичков. Засегатые списки рассылки. Также это люди, которые смотрят за карты, допустим, проверяют чинсеты, смотрят, что хорошо ли там новички рисуют. а некоторые буквально единицы еще и связываются с новичками и спрашивают, что это нарисован. К сожалению. Так что социальный функционал делается не столько на сайте, сколько в его обход. То есть на сервисы, которые к нему отношения особо не имеют. в плане поиска, что делают новички, была хорошая помощь образов получилист, который в прошлом году начал писать Павел Попроте от Кута, то ли из Германии, то ли из Польши. И уже сделал работающий прототип, который работает до сих пор и исправно помогает рассматривать, что произошло. То есть он показывает чинсеты не как прямоугольники, как наш основной сайт, а как набор линий и областей даже на отношениях. И можно понять, что вообще там происходит. Но, к сожалению, об этом сайте никто не знает, потому что в новостях впервые с тех пор, как Павел нас покинул. Таким образом вы себе на работу устроился. Но, тем не менее, этот сайт мог бы тоже стать одним из зеренов, у которого развивается социальный функционал OpenScript. То есть взаимодействие обыдных и людей, и новичков. Вот. И, собственно, те, кто в СМР не входит, но точно не занимаются, и я в том числе, пытаются как-то улучшать социальные фичи. я помню, что один из моперов собирался какой-то социальный плагин для Жосма сделать. Вот. Я в прошлом году сделал герчатик. Замечательная вещь, панелька для Жосма, в которой можно общаться с теми, кто реакциирует карту рядом. Много там обошлось с кем пообщаться. Сейчас я расскажу печальные новости. То есть в теории он выглядел замечательно, особенно для онлайн-карта встречи, когда все один город рисуют, и сразу там можно как-то координировать. Что-то что-то делаешь написать. Что-то такое. Вот. У него есть эмоционально знакомые по РС, то есть личное общение, повещение и все такое. Вот. Но и собственно вот набор принципов, которые я поразился, что все будут работать. Что опытные мапперы всегда онлайн. Потому что понятно, профессионалы там маппят многое, Жосы не закрывают. Как смешно. Что новички откроют Жосы, мы видим, что в чатике кто-то рядом есть, и там смогут задать вопросы и хотя бы поздороваться. Как обычно в чатике бывает. Вот. Отвечья понятна. И я сделал сайт, на котором, ну, больше для себя, на котором видно, когда кто-то участвует в беседе. Вот. И что получается, что, во-первых, опытные участники не держат Жосом открытым. Вот. На практике получается, что чем опытный участник, чем он режет кривая Жосом, потому что он занимается более важными делами. Вот. А новички, они даже не знают о таком плагине. То есть в момент, когда новичок узнает об этом плагине, он переходит в разверт опытных и особо не открывает Жос. Вот. И мой сайт, на котором видно дискуссии, он, большей части, стоит пустым. Вот. Статистика у меня не ведется, потому что модель безопасности у меня все сообщения удаляются через два часа. Вот. И это, конечно, довольно странно. Вот. Я подумал, что решение будет поздно добавить IRC функциональные, чтобы можно было не вылезая жестко, там, чатиться в нашу МСМРу. Вот. Там фотографии койзика смотреть. И теоретически это сработает. То есть основной запрос к этому плагину был ввечеть радиус, потому что раз нету никого в радиусе 20 км, наверняка в радиусе 2000 кто-нибудь и появится. Вот. Тогда теряется смысл генозицировать. То есть уже будет не рядом, а просто поболтать. А просто поболтать это IRC. Любая программа она распухает до тех пор, пока вот в ней не появляется IRC. Ну, жестко так этому близок. Главное, конечно, Skype и вот, собственно, из этого я вынес урок по поводу социальных служб, что как думать программность. Я пишу очень полезную программу, если будут пользоваться, и от этого все будут получать пользу. Вот. Ты, как бы, расскажешь, она хороша, и все давайте к нам. Это не работает. Работает все совсем по-другому. То есть, если взять, допустим, Facebook, что изначально же он там был какой-то, ну, я не знаю, как было, я смотрел кино, что там был какой-то рейтинг красивых девушек, вот, и все там логинились, чтобы оставить свои голоса, посмотреть фотографии, вот, а потом собралось достаточно количество данных, то есть, что логинить это действие, потом не отмечен действие, рост, когда очень много данных, и эти данные начали просить пользу, то есть, мы сложили специальные сети, там, и как-то можно было дополнительные возможности. То же самое с тем, гео-часиком, то есть, повод, что можно общаться с мапперами рядом, это очень слабый повод, а повод, что ИРС бездоплощенного клиента прямо в жестке, это уже как-то получено, вот, но действие поставить этот плагин, уже получен доплощенную пользу, что новички, которые на стране в виде прочитали, что методы общения, можно поставить плагин в жестке, вот, они также смогут общаться с теми, кто рядом. Ну и пара мыслей на тему, что еще можно сделать в плане улучшения социальности УСМ, вот, это кусок наклада с сентябрьского СОПа, довольно короткий, по поводу работы с чейсетом, то есть, что у нас сейчас происходит, когда опытный человек заходит на страницу заграничного чейсета и смотришь, что там сделали что-то не то. У него возможностей не очень много. Он может написать маперу письмо. И вот он видит, что этот человек там из всех макдонцев брал апострофы или поставил апострофы. Вот, и он говорит, скажет, что же ты делаешь? Вот, и он напишет ему письмо с вопросом, что же ты делаешь? И человек, который это сделал, он не будет это воспринимать насчет своей работы, вы думаете, как это справить. обычно мапперы, которые пишут, что с их правками что-то не так, они все сразу выбирают на свой счет. Они не считают, что в твоей правке что-то не так. Они не считают, ты сделал плохую работу, уйди отсюда и больше с нами не связывайся. Это очень печально, но это факт. и поэтому с одной стороны сложно такое писать, потому что неправильно поймут, а с другой стороны у нас все интроверты, поэтому никто такого и не пишет. Поэтому это нужно как-то изменить в сторону упрощения, чтобы не было так сложно там считать писать письмо. Потому что если будешь вежливым, то это письмо может присоединиться от реабзаций, а через это в очереди очень много. кто-то думал гемифицировать чинсеты, то есть поставить банальный плюс-минус и делать рейтинг какие чинсеты хорошие, какие плохие, суммировать. При этом эти все цифры еще можно пополнить и суммировать и показать хороший пользователь или плохой пользователь. И это, конечно, в итоге получится ужасно, потому что плюсики у нас редко нажимают, где вот минус и все будут жать от души. Вот, в итоге абсолютно все пояснили сэмбул в минусах и будут цирноваться кто хуже. И совершенно демотивирует, потому что зашел новичок, что-то изменил, ему сразу 10 пунктов в репе и ему остается чесать репу, потому что непонятно и что. И право в рот отключается. Собственно, я подумал еще как-то немного улучшить. И потом же самый главный минус нашей работы с сообществом это что у нас много претензий и мало благодарностей. И суть проста. Просто к чему света нужно по рекомендациям, которые никогда не анонимны. Принцип в итоге оказался очень похож на фейсбук. Подожди. То есть можно просто поблагодарить. Типа я даже сказал, можешь поблагодарить, а если что-то не так, то не говори, что ты сделал фигню, а говори, ты сделал то-то и то-то неправильно, свяжись со мной. И почему так получилось? То есть быть как можно более позитивным. И комментарии это будет не пользователь, а акчейсеркл, как бы будет понятно, что есть куда развиваться. И при этом дискуссию начать куда легче, потому что такая маленькая коль комментарии не предполагает долгое вступление, здравствуйте, я за вами следил уже два месяца, не можешь тебе сказать. То есть все становится очень просто и позитивно. один вопрос как это сделать нормально, потому что встраивать этот свой сайт очень сложно и я сомневаюсь, что в том числе кто-то вообще занимался модификацией Реоспорта. Поэтому можно сделать допустим отдельный сайт и здесь как раз можно совместить опыт с любым площадью лист, который недоделан который будет каждый чем всем показывать что там реально происходит. Потому что комментировать прямоугольники на карте как на основном сайте это группа. И соответственно можно совместить сразу О и бочнист и эти комментарии. Но к сожалению я думал так сделать но парень ушел и идея провисла. То есть нужно соответственно из той схемы что я показывал раньше по поводу будет вот эти визуализации чинжсетов действием будет заход на сайт сейсетов визуализации и пользой будет что появится какая-то обратная связь с автором сейсетов. Ну конечно собранные данные можно измерить можно агрегировать использовать на сторонних сайтах и что самое главное это все общение оно будет способствовать общению между пользователями особенно между новичками и опытными людьми. потому что когда ты пришел в мастерпен что-то там намапил у тебя появилось пара лайков от людей которых ты знаешь от кого то у тебя проявляется ощущение что с тобой смотрят там и что твоя работа уходит не в черную дыру а приносит пользу сообществу которое ты видишь собственно по имену ты можешь как-то завязывать контакт как я сказал минусы все будут областными а во-вторых ты знаешь что с тобой смотрят 20 человек и в случае чего все поправятся собственно осталось как-то запрограммировать ну и вторая часть о которой я еще никому не говорил это я хочу добавить в его мастер-мэк то чего сейчас особо не хватает и начну немного издалека что если вы знаете есть такие люди радиолюбители которые связаны с приемниками и пытаются связаться с тоже гики чего тоже гики да тоже гики которые пытаются связаться с такими же людьми по всему земному шару у них это даже оформляется какие-то какой-то спорт со своими дипломами там архивками когда там можно связаться с 50 странами или со 100 странами и получить подтверждение этой связи подтверждение связи это замечательные открытки которые у них рассылаются через собственную сеть редко через обычную почту которые выглядят у всех по-разному то есть эти открытки почти все уникальны там все более-менее уважающиеся станции пытаются сделать что-то такое особенно и соответственно у отключения сети локтанных радиолюбителей обычно огромный залежь этих открыток со всех концов света и это очень круто когда я нашел такие залежи у своего отца я очень долго их рассматривал и немного позавидовал потому что реально ты сидишь и тебе были пусть даже не с ситриком содержательными но письмом со всего света присылают вот и в лоб на стритмэпе такого нет и я как раз думаю добавить что-то подобное вот у нас конечно нету факта установления радиосвязи но несколько оталенов может считаться помад был в одном регионе или сам факт общения участников уже он из ряда выходящий вот его можно как-то так праздновать ну секретный план да такой вот соответственно суть в том что делается суть в том чтобы составить участников просто выслать друг другу там открытки то есть делается простой сайт который налогиниться через usm вводишь почтовый адрес для почты вот выбираешь кому сать открытку там допустим стилу коста там касаться никому актуальному реальному реальному то есть открытки на почте продаются на самом деле если ты не знал ну да если ты не знал то есть у тебя есть почтовый адрес участника ты просто берешь пишешь привет участник и отправляешь ему и в итоге у осмеров начинает скапливаться такая лекция открыток которая говорит что вообще у вас в первой части реальный юзи да во-первых появляется что-то материальное что можно реакционировать то есть кажется Россия может неспонсировать не ну вот радиолюбители они просто пошли на вопрос что Россия у них собственная сеть они они передают открытки через клубы радиолюбителей радиолюбителей это понимаешь ну там все сложно то есть если это читать в интернете по слову QSA то есть там во-первых были специальные открытки у них есть какие-то специальные марки которые в других радиолюбителей дают и почта России их пересылает вот или можно через клубы но это будет очень долго идти то есть вообще вне обычной сети то есть они сами разносят ну примерно так ну у них там еще есть ачивки то есть собрал 50 открыток и у тебя дипломы у нас можно точно так же сделать то есть ну я думаю сделать все очень просто то есть для регистрации этих открыток в каждом паре участников давать случайное число которое в открытке упоминается и как бы это регистрация что пришло вот дальше потом можно сделать тоже какие-то ошибки пересылки там негатрогическое открыток вот можно сделать функцию запроса что прислать не само оттаслать открытку а попросить решение открытка есть такая стайна сеть да есть уже две подобных сети ну по-моему две есть таких подобных сети которые в общем занимаются такой пересылкой открыток между участниками но их проблема в том что они не связаны с OpenStreetMap и для наших целей их сложно задействовать я толкаю на то чтобы мапперы маппили дороги на почту и так ну и как побочный продукт на который красиво открытки на ниже сервер на открытки будешь так было на сервер отправлять соответственно не все стыдей просто вот то есть получается что я собираю базу данных почтовых и дрессовщих осмиров что на алиэкстрат вот и эту базу нужно как можно нужно ограничить доступ чтобы она не начала распространяться на дисках на гробушке то есть там непонятно то ли делать по invite вход то ли в какой-то sense допустим маппер от года и сточник светов то ли делать ограничения допустим это очень или очень просто делать то маппера которые уже год не открывали просто отправлять туда ну да тоже вот ну собственно это все решаемо и на деле я планирую как-то сайт более-менее открыть еще даже в этом месяце может пройдя вопрос кто будет участвовать зачем все будут участвовать все будут участвовать или поздно до вас уже записали уже зарегистрировали ну 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 идет черная ветка уже да чай часа пьет чай часа пьет 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 вот в общем если у кого-то есть какие-то мысли там или что его вообще не надо делать а пользоваться уже существующими сетями а я говорю что надо опрос провести прямо сейчас кто может участвовать нет участвуют в гуси все все вопрос не проживут просто задержит реализацию проекта сейчас привару пойду хочу не хочу давай уже давай забавай собираю почту сейчас все другую открыть да собственно все вот как бы вся эта работа и работа других цель одна чтобы осмири не мапили тряпочку а как это открыточку как это взаимодействие между собой ну собственно вот если у кого-то есть какие-то еще идеи по добавлению социальности в нашем сообществе то не стесняйтесь следите за редактор и пишите я придумал а может если лайк ставят автоматически открыточка отправляется из-за рандома с парадома ты делаешь банк каждый вкладывает под 20 открытых так 20 открытых куда хочешь в России нет он у себя дома ставит что-то на полку 20 открытых потом кто-то кому-то ставит лайк потом ставит лайк и рандомно тебя выбирают и ты обязан отбрать если отправил банк под зад конец классная идея понял если в перспективе можно будет открыткой связать с банками то я так и знаю связать то есть ты выдержает ремонт конец ну то есть взаимодействие пишите приводит пожалуйста ты меня лайкаешь и все меня лайкают для всех но это мысль да ну суть в том что да суть в том что взаимодействие платьясти приводит взаимодействие ну пересетки открытых как вы знаете в физическом мире происходит что-нибудь да да может на Россию потом блокируется да больше на Россию больше на горячей а ну месяц лимит так было без чего ну собственно это конец доклада так что я могу отвечать на вопросы или уйти отсюда я подогrazю вause это сам на thorier а congratulations это никто уменьш для уris из успех и подозрение и интересно если что Я ко всем остальным, ладно, нам-то ты объяснил, а остальным-то как будешь объяснять? Ну я, честно. А знаешь, когда Стив Кост, Гарри Вуд и остальные получат пооткрытки, они иногда задумаются, откуда ты ходишь? А слушай, давай две открытки рассылать, я придумал. Две. Лайк тебе ставит, двух выбираешь. Один в случайное направление отправляет, а другой к тебе. Ну это все идеи, как бы одно узкое место, что нужны почтовые адреса участникам, то есть они должны зарегистрироваться. Если ты держишь какой-нибудь сервер в интернете, там все PGP сошифрование продает, все оставляют там свои адреса. Да? То есть ты не ставишь адрес. Собственно, вот как бы суть этого проекта как раз и в том, что вы собираете полоса. А где будет база храниться адресов? В пиву. У меня будет. Да? Ну я никому не там обещаю. Скоро. Скоро, как максимум. А вам бы я думаю... Бойтесь. Расписание, а вот так. Ой. Вообще. У нас даже по жилу смотрится. Маск слушай, дай дробь надо делать. Знаешь, что такое. Дай дробь. А ты, кстати, не на адрес, а урму ближайшую к тебе отзыву. Чтобы её получить, нужно… А ты молодёца? А, точно! Ты не адрес свой оставляешь, а место для дэддрофов, помнишь? Я напишу, там, третий кирпич слева, там, сторона такая-то. Йо-кэшинг туда. Давайте сразу через трипонию. Я скажу, я доказаю дэддроф, это открытки из разных стран. Да, слушай, да, герой-то не просто. Давай сразу поставь эту груду подпечатанную карту через кикпоинт. Приходишь в магазин и забираешь. Так-то сейчас же есть такие штуки. Вам деньги, может, надо? Да, давай, сомнешь деньги. Могопечатанную бумагу, шоу бумаги, тонкая. Не пробовал, надо думать! Несерьезно, вопрос, что есть, серьезно. А у нас не печатать ничего. Так, что это свои, не знаю вас. Да, у вас крем будет. Электронная почта. У вас крем может быть. Раз в неделю будешь хрикать на почтах. Я только почтах буду оставить. Ну, главное. Ну, на поездке я сейчас. Даже имея почтах, потому что человек зашел на сайт и написал там почтах. Так, кей, что это, да, ладно. Я не оставлю так, чтобы есть. Вы понимаете, что на сайте постребной порк миллионы людей оставляют как точник кардианта своего подъезда? Ну, а они же не... Я не оставлю, например, я... Я не оставлю. Я не оставлю. Замыслировали я. Спасибо. Спасибо. Спасибо.